Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Экеф. И подходим к очень одному удивительному месту. Экеф 10, 10 глава книги Дворим. Обычно мы читаем, что у нас есть два ковчега. Есть ковчег золотой, который изготовил бицелель. Сын Урии Санхура из колена Игуды. И второй ковчег, деревянный, который Раша о нем пишет. Что в этом ковчеге хранились разбитые скрижали, которые Маше разбил. После того, как спустился первый раз с Гары Синай. И здесь это подтверждение. Всевышний говорит Маше, сделай себе деревянный ковчег и поднимись на гору, выруби себе скрижали, такие же, как первые. Маше находит себя в шатре сапфировую глыбу и вырубил себе скрижали, такие же, как первые. Мы знаем, что когда мы выходили из Египта, Всевышний попросил собрать каждый у соседки своей, у соседей своих, собрать вещи золотые, серебряные, чтобы мы не выходили из Египта с пустыми руками. И потом написано, что и опустошили, а не Египет. Но Маше ничего не брал, он ничего не мог собрать. Он занимался поиском гроба Йосифа, который он должен был вынести из Египта. И поэтому ему было не до этого. И все выходили, имея какое-то состояние, золото, серебро. Медраж пришел, вообще каждый вывозил на 90 ослах свое богатство, которое Всевышний ему подарил. Это была наша зарплата за 500 лет, от рождения врагама, до выхода из Египта. Миллионный народ работал бесплатно на фараона, а теперь Всевышний нам все вернул. Хорошо. Маше забрал осколки, стал богатым человеком. Поднимается он на гору Синай с этими новыми вырубленными скрижалями из Афира. Всевышний написал на этих скрижалях те же слова, что были написаны на первых скрижалях, которые Маше разбивает, чтобы спасти еврейский народ. Потому что он решил взять вину на себя, если еврейский народ сделал тельца и виновен, но можно сказать, что не было, они еще не видели скрижали, как бы не было документов, бьет и решает, лучше моя жизнь пропадем, чем целого народа. Он так поступал. После этого написано, что принес уходящий голосовой Маше скрижали в ковчег, который он сделал. После этого написано, что они находились там, скрижали. И интересно, Медраж пишет, что никогда ни один из сосудов храма не попадал в руки врага. И как же так? Мы же читаем в книге пророки, что филистимляне захватили ковчег и отнесли себе в храм русалки, в храм Дагона, и поставили его там. На утром приходит догон разбитый. Второй день починили то же самое. И они поняли, что ковчег имеет такую святость, что что-то здесь не то. Они смотрят, что начался мор. Они начали вымирать, какая-то у них болезнь по холере наступила. Невероятно, что они его передали в другой город. То же самое. И потом они возвращают этот ковчег. Невероятная там тоже история. Мы не можем сейчас так туда идти, пока много времени займет. Но фактически нам вернули. И получается, что в руках врагов был ковчег. Но Раша говорит, вот это ковчег, который Маше изготовил. И в нем были осколки первых скрижалей, которые Всевышний вручил на Гарисинай, которые Маше разбивает. Вот этот ковчег заводили в земляне. А тот ковчег, в котором находились скрижали, которые Маше вырубил, он был спрятан в тайнике, в храмовой горе. Мы не знаем, где это находится. Во времена второго храма один коэн заметил, что плитка приподнята на полу. И он понял, что в этом месте тайник, где находятся сосуды храма, которые царь спрятал перед тем, как храм был разрушен. И как только он хотел об этом сказать, он тут же умер. Медраш об этом пишет. Потом написано, а сыны Израиля двинулись из берут Бнеякана в Масыру. Там умер Агарон и похоронен там и стал служить Элязар, сын его, вместо него. Оттуда двинулись они в Гуд году, оттуда в Ятвату, страну с потоками вод. Что это такое вообще? Если мы знаем, что Агарон умирает никакой не в Масыре. Он умирает на горе Гор, взошел Агарон на гору Гор по велению Бога и умер там. В 40-й год, после исхода сыновь Израиля из страны египетской, в пятый месяц, первый день месяца, Агарону было 123 года, когда он умер на горе Гор. Что можно еще подумать? Как он мог в Масыре умереть? А когда мы были в Масыре? Много лет назад мы были на этой стоянке Масырот. Если мы почитаем главу Масей, то мы видим, что мы жили в Кадеше, там, где умирает Мирьям. Раша пишет, мы там жили в 19 лет, сколько на всех остальных стоянках до этого времени. Хорошо. Тогда получается, как же он умер в Масыре, когда он умирает на горе Гор, в 40-й год, а там мы были раньше. Но не тут-то было. Мы в первом году в пустыне, когда мы себя плохо вели, мы сказали, давайте выберем новых вождей и вернемся в Египет. И эта фраза сработала через 39 лет. И вот после того, как умер Агрон, облака славы отошли, на нас напал Малек и захватил пленных. Мы не могли ему противостоять, испугались, становилось поколение, которое не воевало. И мы решили вернуться в Египет. Нельзя никакие слова говорить. И не обязательно когда-то вернуться. И нам пришлось выполнить то, что мы когда-то сказали. Мы вернулись на 8 стоянок назад, 7 переходов, и действительно шли в обратном направлении. И теперь понятно, почему Раша говорит, что мы пошли назад из Берот Бнеякана в Масыру. А когда мы шли в эту сторону, в главе Масы, то и идем, пишется, Митха, Хашмона, Масырот, Бнеякан, Хоретгат, Ятвата и так дальше. А тут в обратную сторону. О, значит, получается, комментарий Раши очень четкий. Получается, что мы двинулись в Масыру, и левиты нас догнали. И была братоубийственная война, они не хотели, чтобы мы ушли в Египет назад. И погибают тогда 11 семей. 7 семей сынов Израиля, которых не хватает. Мы себе перечитаем главу Пенхаз и возьмем главу Вайгаш, когда мы входим в Египет и начинаем сравнивать и смотрим, там Агат пропал. Это у Шимона. И Ишва пропал у Ашера. И 5 сыновей Беньямина пропали. То есть эти семьи пропали. Вот в этой битве убили. И так же и у левитов 4 семьи тоже не достает, наши мудрецы говорят. То есть друг друга перерезали. И весь труд Огорона, где он был миротворцем, он всегда смирил. И после его смерти мы действительно от мира отошли. И братубийственная война, его как наследие, его мир ушло. Мы его потеряли из-за этой страшной войны. Левиты нас свернули, потому что, как мы это видим по тексту, а потом пишется, а оттуда, то есть Бородная Канамасару, там Мирогорон Пагаронин там, стал служитель Азар, сыном Мамислиев. А потом оттуда мы двинулись, уже получается движение опять в сторону Грегор. Потому что вышли в Ятвату, я тут в Гаду, в сторону Спотопа. Вот это уже направление правильное, в ту сторону, где находится Грегор. Вот так вот. Потом пишется, в то время Всевышний отделил колено льви, чтобы носить ковчег завета. Мы говорим, как это может быть? Сороговой год пустыни. А мы же знаем, что это после Золотого Тенца Всевышний отделил колено льви. Как это может такое быть? Это удивительное место. Это же не ошибка какая, это же Тора. И бывает так, что Писание возвращается. Так наши мудрецы говорят, что Писание бывает в одной месте стоит, и следующая строчка говорит уже совсем о других событиях. И когда наши мудрецы об этом говорят, они говорят, что Всевышний расположил Тору не в хронологическом порядке. А для чего это сделано? И смотрим Медраж Раба, книга Дворим. Пишется, что для того, чтобы плохие люди не могли воспользоваться знаниями Торы, для того, чтобы губить этот мир, Всевышний перемешал весь текст Торы. И теперь нам трудно понять те или иные события, какая у них хронология. Для того, чтобы это понять, надо очень много заниматься. И что-то мы можем из этого узнать. Но это все непросто. Вот так вот. Но я надеюсь, что мы будем стараться, потому что за изучение Торы у нас самая большая награда. И мы добьемся хороших результатов. И пусть закончится страшная война, чтобы все было хорошо. Урок будет дан за понятие души Яков Беннахум, Владимир Бенгригорий, Павел Бенефим, Хай Малков от Йосим, Мир Абат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самоин Гердж, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Надежда Бат Йосим, Здоровья Судла Батклара, Шимон Бен Эцхак, Борис Гленмария, Анна Бат Ривка, Полина Первая Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двор Робот Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосим Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Лер Бен Клара, Ида Бат Рива, Татьяна Бат Цара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Мазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арона Рейбен Ри, За хороший дух Арона Рейбен Двоера, Низ Бен Ахум, Авигань Бат Сара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Легу Марченко, Если кому-то нужно, молиться за кому-то, пишите имена, будем называть имя, после изучения Тора здесь. Всем Браха Парнаса Каванам, Мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, делитесь видео с друзьями, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь, это состоится завтра в 15.30. Шалом!